Мультсериал, который набирает более миллиона, более пяти миллионов просмотров на различных видеороликах. Студия, которая приглашает к себе на стрим популярнейших блогеров и, собственно говоря, с ними работает и они участвуют в озвучке и создании мультсериала. Что это за мультик? Что такое Челяба? Вы сейчас узнаете? Бед, ту сказку рассказать, да не потерять лето. Грошься ли шепота и проповеди, ты проведи через умные умоты, страшно за дверью оттопы, ты шепота, ропота, слепоты. Головы подняты, краем не поняты, скрыт половицы, я телеводица, не спится, так как тут не спится, он из СБ. Сама идея о том, чтобы создать мультсериал со славянами и, собственно говоря, со славянской мифологией, у меня появилась еще не соврав, могу сказать, в детстве. Да-да-да, вполне себе. Я даже помню этот момент, я его много раз рассказываю на выступлениях, на стримах и видеороликах, пожалуй, еще раз расскажу. В детстве я спрашивал родителей, почему есть мультики про американцев, французов, немцев, да почти про всех, а у нас только старые советские мультики от Союза мультфильмов. Да, классные, да, интересные и красивые, но они старые. Тогда только-только-только появлялась мельница и ничего нашего особо-то и не было. И на эти вопрошания мне родители дружно сказали, ты либо делаешь и ноешь, либо ебало закрываешь. Но рот закрывать я не захотел, и поэтому я решил сделать. Сам же концепт появился не так давно, года два назад, наверное. Я тогда переживал расставание с первой любовью и сублимировал. И свою сублимацию я нашел в создании мультсериала. Тогда думал совершенно о другом, лежа на диване, продумал концепцию. Однако потом появилось в голове какое-то событие, о котором я не буду говорить. Начал его развивать, развивать, развивать. Это вылилось в то, что вы сейчас смотрите это видео. Да, именно исходя из того, что я расстался со своей первой любовью. Я начал создавать челябу. И это круто, я считаю. Ребят, делайте все так. И в самом мультсериале я как раз таки и повествую о том, как переживать депрессию, как выходить из нее. Однако это сейчас подробнее обсудим. Мир, куда явится наш главный персонаж, о котором мы позже еще поговорим, довольно таки интересный. Потому что вы только представьте, вы подросток или ребенок, который живет в десятых годах России. Гипотетически в Челябинске. Не важно, где вы живете именно, в России. И вокруг вас славянский мир со славянской нечистью. Однако, не все так просто и гладко. В обществе об этом не ведется разговоров. Это не является опыденностью, а буквально мифом. А живых свидетелей сдают психушку, потому что считают их ненормальными. И не стоит забывать про удивительные правила нашего мира, которые вам всем знакомы. Здесь буквально работают приметы. Если вы пройдете под лестницей, ждите несчастья. Если вы пройдете после черной кошки дорогу, ждите несчастья. Если вы не поплюете через плечо, да, ждите несчастья. Здесь у нас также работают различные ритуалы славянские и так далее. То есть тусовка очень удивительная и мистическая. Ждите это в мультсериале. Учитывая, что события в мультсериале происходят с 2010-2013 года, то это буквально пик популярности различных субкультур. Это эммаготы, панки, скинхеды и так далее. Это буквально пик. И естественно они в мультсериале также будут участвовать. И у них есть свои роли у всех этих субкультур. В продолжении субкультуры хочу сказать, что наш же главный персонаж Яропол не причастен ни к одной субкультуре. Я сейчас расскажу про его характер, а вы уже в комментариях мне напишите, какой он в субкультуре больше похож. Ну, любопытно узнать ваше мнение. Карактер у Идиара дожуйте честно, искренне. Он буквально поборник справедливости. Однако из-за небольшой поверхности в сути дел, появляются казусные ситуации. И это все добивается легкой невнимательностью. Он, конечно, пытается это все компенсировать трудоголизмом. Но я не скажу, что это очень как будто срабатывает. Несмотря на всю эту справедливость, он вообще не милосерден. И не прощает. Хотя, ладно, ладно. Но очень изредка он задумывается о том, чтобы там кого-то пощадить и простить. И в основном на эти размышления его толкает Степан. О нем я позже еще расскажу. К слову, у Ярполка есть странности. К примеру, в стрессовых ситуациях, начиная зацикливаться на порядке, то есть на чистоте. И гипотетически, представьте, жардяй нападает на Ярполка. И вместо того, чтобы навалять ему, он во время боя просто буквально где-то прячется и точит карандаш. Что за бред вы спросите у меня? Понимаете, во время боя он увидел, что он не поточен. Его это раздражает. И поэтому он решил, да, исправить эту ситуацию. В общем, это просто буквально кладезь казусных ситуаций, которые ему нужно будет разрешать. И вообще, наверное, исправлять себя. Потому что подсказывает мне на эти, что это одна из форм УКР. И это, правда, надо решать. И самая популярная странность. Яр обожает вишневый сок и при этом ненавидит вино. Он аргументирует это тем, что оно похоже на месячный... Что, Яр, блин, ты странный тип! Из привычек у него это любовь к собиранию хлама, реставрированию его и начищению. Причем он и свое что-то старое не выкидывает. Он все раскладывает по порядку и чистит, 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 чистит. К этому всему еще дополняется, что он кушает крайне медленно и аккуратно. Но он так думает, давайте не будем его обижать. И за это он, к слову, вообще порой не вынимает еду из пакета. И злится, если запачкается. От самого себя. На грязь, как внешний фактор, реагирует меньше. Но все же он просто в ярости, если это случится. А теперь я вам хочу рассказать, что ему нравится больше всего в жизни. Обожает он просто слушать музыку. Вкусы у него это русский и западный рок. И еще музыка из 80-х. Но это из отца. Частично еще ему нравится хип-хоп. Симпатизирует также спорт. Это бокс, кикбокс. И самое-самое главное, что я мог забыть, это... Это брат. Первая, вторая часть. Он их тоже обожает. И еще чуть не забыл. Он очень любит носить с собой персовый баллончик. И ему это очень сильно поможет в мультсериале. Но что же двигает нашего героя? Это изучение мира, который его окружает. Славянская мифология и ее нечисть. Зачем? Для чего? С какой целью? И кто вообще там главный враг? Это вы все узнаете в нашем мультсериале. Я не намерен вам рассказывать. Потому что если я даже маленькую деталь вам буду повествовать, то вы все расплетете. Я этого не хочу. Так что обязательно смотрите. Напишите, пожалуй, ждете ли вы мультсериал в комментариях. И сколько вы ждете? А теперь про того самого друга, который и сподвигает Ярополка на какие-то добрые дела. Надеюсь, вы про него не забыли. Степан довольно-таки смазливый и, как я ранее говорил, уже миролюбивый. Но это не от чистого там доброго сердца. Он просто боится выхватить. На самом деле он также еще хорошо умеет поддерживать и всегда готов выслушать. Такой чисто парень на тусовках, который заседает на балконе. Свои мнения он редко высказывает. Все по той же причине. Он боится получить пизды за него. Степан, сам он парнишка из детдома. И поскольку его родители умерли в автокатастрофе, из-за этого он ни разу не ездил на машинах. Ну, он им просто не доверяет. Такой удивительный факт, скорее, про него. А еще! Еще! Вот он обожает вино и очень хорошо в нем разбирается. Из каких-то, ну, возможно, привычек по жизни, то это, конечно же, курение, алкоголь и рефлексия. Парень довольно-таки депрессивный. И, думаю, вы в нем это увидите. Мотивация у персонажа в мультсериале, на самом деле, очень проста. Он буквально хочет быть счастливым. И все. Однако не все так легко, как вы думаете. Поскольку он никогда себя таковым не чувствовал. Он не знает, что это такое. И не понимает, как к этому прийти. И что для него есть счастье. И вот как раз-таки в этой ситуации, в этой позиции, он пытается найти путь верный. Который вы увидите обязательно в мультсериале. А на подходе у нас еще три персонажа. Это Майя, сестра Ярополка, Жердяй и Болок. Про двух других я позже расскажу. Сейчас, пожалуй, о сестренке. Что говоря про Майя, то во всем пытается подражать старшему брату. Любит флиртовать. Очень открыто и верно. Позитивно на публике, однако депрессивно в одиночестве и ночью. Обожает прогуливаться во дворах, которые окружены панельками. К слову, ростом удивительный факт. 178. Очень любит морковный и тыквенный сок. Это ее страсть. Из меч, то она жаждет стать рок-звездой. Объездить весь Урал и Сибирь. Обожает панк-рок, поп-панк и гаражный рок, естественно. Гражданская оборона. Вот это тема, я считаю. Пожалуй, перейдем к Жердяю. И лучше я вам сразу поясню про его имя. Происходит она от старославянского слова Жердь. То есть, тоненький-притоненький. И хоть сейчас мы слышим это, как будто он там жирный какой-то, но нет. Сама нечисть является довольно-таки удивительной для меня, потому что это странник. И, к слову, вы все его знаете. Возможно, не лично, а... Ладно, 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 объясню. Гипотетически, вернитесь сейчас себе в детство. Верните в детство. И представьте, что к вам снова кто-то ночью стучится в окно. Вы наверняка опять подумаете, блин, это... Это дерево! Но нет, это был Жердяй. Он скитается по нашим городам. По улицам городов, сел и деревень. И смотрит в окна. И специально стучится, чтобы вы подошли. Он на вас посмотрел. Да, да, да. Вот такой он интересный. Пожалуй, пожалуй, я вас приглашаю к нам в группу ВКонтакте. И посмотрите поподробнее о нем. Почитайте посты. Довольно-таки много, на самом деле. И можете найти инфы еще в альбомах. Давайте, ссылочка в описании. А теперь мы перейдем к Болокам. Это разумные существа, которые зародились еще задолго до появления человечества. Никто не знает точную дату. И у них тоже не спрашивали. Болок является названием целого вида. Буквально являющегося камнями. Которые преимущественно живут на болотах. И объясню почему потом. Болок переводится как болотный камень. А имена их строятся довольно-таки интересно. То есть, есть название вида. Болок. И какое-то качество. И как раз-таки оно дополняется к именю. К примеру, Болок добрый. И получается Болокодом. А характер у этого существа довольно-таки закрытый. Буквально запнутый в себе. Чтобы его расположить, нужно очень постараться. Есть также очень крутое качество. Это любознательность. И благодаря него мы плавно переходим к цели его жизни. То, что ведет его в мультсериале. Это желание жить вечно. Познавать вселенную и все ее секреты. Вот это его мотивирует. К слову. Хоть он и одиночка. У него довольно-таки большая семья. При этом он, да. Все равно одиночка. И при общении не любит говорить о себе. Спокойный и не паникует. Всегда знает, как поступить в любых ситуациях. К слову «болки» научились разговаривать по-русски относительно недавно. В девяностых. Но, правда, со своим диалектом. И называется он «кирпичный язык». Я надеюсь, что вы знаете про него. Если нет, то я вам расскажу. Кирпичный язык очень прост. После каждой гласной буквы в слове добавляется слог, начинающий на «к». «Ка-ко-ке-ку-ки» и так далее. Концовка слога зависит от той гласной, что идет перед вводным слогом. Для примера можно рассмотреть простую фразу «как дела». Для перевода нужно выделить гласные буквы «как-де-ла». Добавить после каждой гласной буквы букву «к», оставив место под окончание слога. И у вас получится довольно-таки интересный момент. «При кивеке». Да, и именно вот так он будет постоянно говорить. Так что привыкайте его вот так слушать. Также болки обожают смородину. Для них это суперкрутой десерт. А вот минералы – очень питательные вещества, которые зачастую и используют в пищу. А из напитков у него это непереработанная нефть и тор. А теперь об интересных фактах. Так как мозг у него из кремния, то когда он начинает быстро думать, он просто неумерно тупит. Почему? Потому что для хорошей работы ему нужно охлаждение. Именно поэтому болки живут в болотах. Вот-вот, вот об этом я вам еще вначале говорил. Большинство болоков живут очень долго. Поэтому для таких долгожителей созданный мир идет слишком быстро. Поэтому для всех окружающих они считаются тугодумами. А для болоков мир, опять же, как и Райан говорил, движется, ну уж, слишком быстро. К слову, вы сейчас, наверное, посмеетесь, но... Хотя, с чего смеяться? Он же камень. Да, болоки не умеют плавать. Несмотря на их руки. Нет, они не умеют плавать. Зато очень быстро ходят под водой. Ну а на этом пока что все. Потому что вселенная огромная, персонажей много. И рассказывать очень и очень долго. А это такое вступительное вводное видео. Так что, заходите в наш телеграм. Будет ссылочка в описании, в комментариях. И выбирайте тему для следующего видеоролика. А также, сейчас вы увидите, ну, некоторых персонажей из нашего мультсериала. И пишите в комментариях, про кого бы вы хотели увидеть видеоролик. Отдельный, буквально. И я обязательно создам. Некоторые из этих персонажей имеют прототип из реальной жизни. То есть, я буквально взял человека и с него срисовал перса. С его какими-то качествами и так далее. Да, конечно, некоторые додумал, но все же. Ждите, ждите дофига контента. И решайте вместе со всеми судьбу точки отчета. Спасибо всем, что посмотрели это видео. Спасибо тебе. Ставь лайки, подписывайся. И рассылай всем этот видеоролик. Будь счастлив, ты этого достоин. И подписывайся на Boosty. Там эксклюзивный контент. Ссылка в описании, в комментариях.